Здравствуйте, уважаемые ученики! Я рада встрече с вами. Ученые всего мира называют 21 век веком биомедицины. И это вполне объяснимо, ведь данная область медицины развивается с невероятной скоростью. Недаром же в последние годы за открытие в области клеточных технологий ученые получили семь Нобелевских премий. Тайны создания, загадки природы, людей волновали, манили всегда. Сколько талантов имеет наука! Сеченов, Павлов, плеяда врачей. Сотни сердец бьются в такт с медициной, и свет их горит, словно пламя свечей. Как много еще впереди откровений, волнений, исканий, не счесть. Науке себя посвятить без сомнения и вклад привнести для каждого честь. Сегодня на уроке речь пойдет о клетках, о возможностях, которые еще до конца неизвестны, которые еще предстоит изучать ученым в лабораториях. Но сегодня уже эти клетки применяют в медицине при лечении сложных заболеваний, предполагают их использовать в косметологических процедурах для омоложения. Итак, тема нашего урока – стволовые клетки, понятия и свойства, самообновление, дифференциация. Цель урока – научитесь объяснять свойства стволовых клеток, сравнивать типы стволовых клеток, анализировать положительные и отрицательные стороны применения стволовых клеток. Для того, чтобы начать работу, необходимо определить, что такое стволовые клетки. Используя интернет-ресурсы, выберите утверждение, которое точно дает формулировку определения «стволовые клетки». Молодцы, ребята! Вы правильно выбрали определение, что такое стволовые клетки. Стволовые клетки – недифференцированные клетки, способные к самообновлению и дифференцировке в различные типы клеток, тканей и органов. Для того, чтобы продолжить работу по теме урока, важно разобрать свойства стволовых клеток. Используя интернет-ресурсы либо материал учебника, «Раскройте свойства стволовых клеток» – дифференциация, самообновление. Замечательно, ребята! Вы правильно раскрыли свойства стволовых клеток. Дифференцировка – необратимое развитие изначально однородных эмбриональных клеток, специализированные, образующие ткани и органы, самообновление, способность стволовых клеток поддерживать себя в недифференцированном, незрелом состоянии за счет микроокружения и влияния специфических ростовых факторов. На следующем этапе урока вы, ребята, будете работать с текстом. При работе с текстом вам необходимо составить толстые и тонкие вопросы. При составлении толстых и тонких вопросов развиваются навыки активного восприятия информации и умения задавать вопросы. Толстый вопрос предполагает развернутый ответ, а тонкий вопрос подразумевает однозначный, краткий, фактический ответ. При составлении вопросов, толстых вопросов, вы можете опираться на вопросительные слова. Объясните, почему, почему вы считаете, в чем различие, предположите, что будет «если». При составлении тонких вопросов вы можете опираться на вопросительные слова, что «когда», «может», «согласны ли вы», «верно ли». Прочитайте текст. Человеческое тело содержит сотни различных типов клеток, которые важны для нашего здоровья. Каждый день в нас погибают или ломаются миллионы клеток. Уникальная работа стволовых клеток заключается в том, чтобы произвести другие типы клеток. Стволовые клетки являются поставщиками новых клеток. Особые надежды связаны с эмбриональными стволовыми клетками. Эти клетки самого раннего этапа эмбриона, поэтому их геном находится в нулевой точке. Данные клетки обладают свойством плюропатентности, то есть способности превратиться в любые дифференцированные клетки. В организме человека около 220 их разновидностей. Стволовая клетка – это незрелая клетка, способная к самообновлению и развитию специализированной клетки организма. Второй тип стволовых клеток – это соматические стволовые клетки. Эти стволовые клетки находятся в основном в костном мозге, а также в небольших количествах во всех органах и тканях – в крови, мозге, коже, мышечной и жировой ткани. Данные клетки обладают ограниченным потенциалом к образованию различных типов клеток. Соматические стволовые клетки могут дифференцироваться только в определенные типы клеток. Вы меня приятно удивили, ребята. Вы великолепно справились с работой. На следующем этапе урока заполняем таблицу сравнений. При заполнении таблицы вам необходимо определить, к какому типу клеток подходит каждый признак. При оценивании вы будете опираться на дескрипторы. Молодцы, ребята! Заполнили таблицу верно. К эмбриональным стволовым клеткам будут относиться признаки, не вырабатывают антигены тканевой совместимости, способны к дифференциации различных типов клеток, являются плюропатентными клетками, выделяются из бластоциста, геном находится в нулевой точке. К соматическим стволовым клеткам будут относиться признаки, вырабатывают антигены тканевой совместимости, способны к дифференциации определенных типов клеток, расположенных в красном костном мозге. Продолжаем работу. На рисунке показан процесс выращивания стволовых клеток. Необходимо определить, под какими наберами показаны этапы выращивания стволовых клеток. Отлично! Выполнили работу. К специализированным кровяным клеткам относится рисунок 5А. Пятисемидневный эмбрион показан на рисунке под цифрой 2. Искусственно оплодотворенная клетка под цифрой 1. Культивируемые неспециализированные стволовые клетки под номером 4. Стволовая внутриклеточная масса под цифрой 3. Специализированные нервные клетки под цифрой 5Б. Следующая работа. Заполнение слепого письма. При выполнении работы вам необходимо заполнить пропуски в предложениях. Недифференцированные клетки, способные образовываться в другие типы клеток, называют. Они представлены двумя типами клеток – эмбриональными и их. Одним из плюсов использования эмбриональной клетки является то, что при введении ее в организм не возникает реакции отторжения, так как на ее поверхности нет. Стволовые клетки обладают двумя основными свойствами. Эмбриональные клетки обладают особенностью. Они могут образовывать любые типы клеток взрослого человека. Это свойство называют. Стволовые клетки способны поддерживать себя в недифференцированном состоянии. Это свойство клеток называют. У вас все получается, ребята. Так держать. Недифференцированные клетки способны образовывать другие типы клеток, называют стволовыми. Они представлены двумя типами клеток – эмбриональными и соматическими. Одним из плюсов использования эмбриональной клетки является то, что при введении ее в организм не возникает реакция отторжения, так как на ее поверхности нет антигенов. Стволовые клетки обладают двумя основными свойствами – дифференциация и самообновление. Эмбриональные клетки обладают особенностью. Они могут образовывать любые типы клеток взрослого человека. Это свойство называется плюропатентностью. Стволовые клетки способны поддерживать себя в недифференцированном состоянии. Это свойство клеток называют самообновлением. Дискуссии по этике исследования эмбриональных стволовых клеток продолжают разделять ученых, политиков и религиозных групп. Стволовые клетки обеспечивают огромный потенциал для поиска лечения и лечения широкого спектра заболеваний, включая различные виды рака, диабет, травмы спинного мозга, болезни Альцгеймера, Паркинсона и другие. Заполните таблицу «Плюсы» и «Минусы». В процессе выполнения данной работы вы будете использовать информацию из дополнительных источников. Проведите анализ и выбор информации. Я думаю, ребята, вы справились с заданием. Плюсы. Создание тканей и органов для трансплантации. Лечение наследственных заболеваний. Лечение онкологических заболеваний. Минусы. Выращивание стволовых клеток – процесс долговременный и довольно затратный. Этический аспект. Не до конца изучена безопасность применения стволовых клеток. Итак, сделаем вывод. Исследования стволовых клеток будут продолжаться. Необходимо еще усовершенствовать методы выращивания стволовых клеток. Исследование стволовых клеток усовершенствует медицину, что позволит сделать жизнь людей лучше. Домашнее задание. Напиши эссе на тему «Стволовые клетки. Взгляд в будущее». Итак, проведем рефлексию урока. Допишем незаконченные предложения. Сегодня я узнал. Мне представляется интересным то, что... Меня удивило. Урок дал мне для жизни. Урок закончен. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...